20 июня телеведущего Атара Кушанашвили госпитализировали из подмосковного Красногорска с жалобами на острые боли в области живота и сердца. После обследования у телеведущего была диагностирована острая непроходимость кишечника. Из-за перитонита пришлось удалить часть кишечника. Также обнаружили опухоль в брюшной полости. За день до госпитализации он разместил видео, на котором признался, что с трудом смог отснять выпуски своих шоу. На видео видно, что Атару действительно плохо. Тяжелее физически. Буквально в состоянии. В видео уже мы сняли две программы. Таково и из-за этого. И будет видно по мне, что я давно не срал. Никто в таком состоянии программ не пишет. Еще на прошлой неделе Атар находился под ИВЛ и не мог говорить. А сегодня вышел на связь. Атар хриплым голосом признался, что до сих пор чувствует себя неважно. Но он на пути к восстановлению. Итак, Атарик Ухудашвили говорит вам, что несмотря на боли, а мне больно, мне надо издеть про геройство, блядь. При этой крови падаешь в образ. При той боли, которую я испытываю. И при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю. С помощью Антона Шестака и Витера Владимировна Ребятам, которые передают мне приветы. Первые двое из них. Первые двое, которые стали моими друзьями. Саня Текила и Дима Тарасова. Они не бросили меня в тяжелую минуту. Я никогда, если будет им так угодно судьбе, и им не брошу. Удивительно, как парни, которые, сожалению, мы, 30 лет в возрасте, стали мне как родственники, как братья. Самые остроумные. Самые умные. Самые добрые. И это говорит человек, который, суть, сам чуть святится и башу. Я желаю вам всем наслаждайтесь в жизни. Думайте о моем скором возвращении. О программе каково. Я выиграю схватку этой болезни. И вернусь. Люблю. Ранее в СМИ появилась информация, что у звездного пациента обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости. А после очередного хирургического вмешательства у Атара развился перитонит. Атар уже перенес две операции. Впереди еще две. В ближайшее время телеведущему предстоит лечение в онкологическом центре на Коширке.